Маленький город Три пиццерии и ресторан в здании бывшего кинотеатра, кинотеатр в здании Творца культуры и Дворец культуры на месте разрушенной церкви. Такой город. В этом городе есть центральная улица, на которой стоит частный дом с участком прямоугольной формы и маленькая постройка в губене сада. Летний дом. Буду назвать его шалаш 2,10х2,65. Материал изготовления каркаса дерева сосны. И я так думаю. Находится на участке 17,8х за основным домом метров 30 в саду под ришневыми деревьями. Может быть больше 30, потому что 30-метровый удлинитель туда не дотягивается. Шалаш построил мой дед много лет тому назад. Я спрашивала, сколько, никто не знает. Об этом человеке у меня мало фактов, и вот некоторые из них. Он умер до моего рождения. Был водителем у Катюши. После этого работал на металлургическом заводе. Курил. В квартире, которую ему выделил металлургический завод, я нашла трубку, разломанную на две части, чашу в виде головы льва и мундштук. В общем, это то, что я знаю, и что он построил этот шалаш. Я приезжаю сюда каждое лето. И этот шалаш стоит здесь, в саду. Обычно он меня почти не интересует. Но бывает, мне кажется, бывает, что-то происходит с равновесным состоянием, и тебя начинают интересовать некоторые вещи, которые раньше не интересовали. Этим летом меня интересует шалаш. Очищение. Я стою рядом с шалашом, я захожу в шалаш, я смотрю вокруг. Я смотрю вокруг и вдруг понимаю. Я приезжаю, захожу, смотрю и понимаю одну простую истину. Надо это выносить. Я выношу старый диван, выношу комод, выношу коробки, лавку, книги. Выношу неработающий телевизор, барабан, ночной горшок, матрас, бидоны. Выношу метровую скульптуру керамического ежа, икону. Календарь 1998 года. Оттирают стены каракулевую шубу, драповое пальто, драповое пальто с лисьем воротником, еще несколько пальто и шуб. Вношу огромного плюшевого медведя вязанного в жилете. Стопку, пластинок, ковер, кастрюли, карту мира, картину в раме, тюль, зеркало в раме, игральные карты, бутылку от вина, скатерть, выношу противогаз и другие вещи. Идет дождь. Я таскаю предметы, моя одежда промокает снаружи, и изнутри. Некоторые вещи моя семья, состоящая из мамы, бабушки, меня забирает домой. Некоторые я уношу на свалку, в кучу, которая подлежит воспламенению. Диван тлеет. Дымок от дивана смешивается с предзакатным туманом. Я иду в квартиру, которую дали дету от металлургического завода. Диван тлеет. В этом шалаше поклеены стены и потолок кусками обоев. Разноцветные куски обоев на потолке и стенах, и под ними жгут мосикомые, являющиеся частью этого шалаша, который построил мой дед. Мне приходится с ними расстаться. Я сдираю обои со стены, хоть мама и говорит, что недавно поглеила потолок. Очень жалко. Сдираю обои с потолка. Это благоговеренное желание сдирать обои, оно наполняет мое тело движением. Наполняет мое тело смыслом. Конструкция обнажается. Я снимаю футболку, жарко. Под обоими насекомыми гнили. Под обоими насекомыми оказывается совершенно кривый каркас. Все уходит немножечко вправо. А доски пола прогнили, торчат клавишами разной высоты. Я выношу пол. Выношу пол и складываю в ту кучу, которая подлежит воспламенению. После того, как все вынесено из шалаша, я понимаю, надо что-то делать. Я хочу сделать что-то там, внутри. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ